Ребят, я на самом деле так расслабился, такие интересные лекции были, так что не обижайтесь, если я буду тупить. Я просто недавно пережил операцию сложную по пересадке большого веб-приложения в мобильный телефон. И если вам интересно, как она прошла, успешно или нет, то я прошу, да, традиционный 5 секунд тишины для того, чтобы начать. Спасибо. Всем еще раз привет. Меня зовут Женя Ношин. Я дизайнер в компании James Development. Уже больше шести лет я занимаюсь дизайном и крайние три я занимаюсь разработкой интерфейсов на уровне дизайна. И помимо этого веду активную такую позицию в комьюнити в Омском и развиваю его даже уже, можно сказать, на международном уровне. Еще веду блоги и, короче, занимаюсь всем тем, вот чем по-хорошему должен заниматься дизайнер, да, для развития личного бренда, но не находит на это время. Я все-таки стараюсь находить. И тема моего сегодняшнего доклада — это развитие мобильного направления в продукте, который не помещается в карман. Дело в том, что для меня эта тема особенная. Да, я думаю, наверное, для многих будет она особенная, потому что дизайнер, когда он только вот начинает свой путь в UX, UI, он выбирает какие-то глобальные продукты для того, чтобы переделать их. Да, и вот я как раз где-то, наверное, лет пять, а может и больше назад, работая в крупнейшем интернет-магазине Казахстана, взялся и решил, что вдруг я UX, UI-дизайнер. На тот момент у меня в бэклоге было около 20-30 задачек по созданию макетов для социальных сетей, историй, баннеров на сайт, но долгими вечерами, изучая фигму, а то и порой ночами, я открывал для себя новое и переделал почему-то главную страницу этого сайта. Ну, примерно представляем, что сайт называется Flipkz. Это такой крупный интернет-магазин наподобие Озона, только в Казахстане. И я решил свой дизайнерский путь как раз начать с переделки такого дизайна. Ну, и посвятив, как я сказал, долгие вечера, ночи и еще пару выходных этому, я пришел с результатом на работу. И примерно вот так вот выглядел. Что я сделал? Ну, для меня это были UX-открытия на самом деле. Я убрал всю важную часть для обратной связи с главной страницы куда-то в футер, немножко поменял местами баннеры и добавил каких-то подборок, чуть-чуть поменял карточки. Ну, и как догадываетесь, не встретили аплодисментами мою работу. Максимально мягко сказали, что я молодец, никто меня не осуждал, сказали, что рвение хорошее, но такие процессы так не делаются. Немножко волнуюсь, ребята. И что было дальше? Я не сдался на самом деле. Я продолжал заниматься, я все-таки дотянулся до интерфейсов и в итоге пришел к тому, что сейчас ими занимаюсь. И мне, к счастью, выпал второй шанс. Как у меня так выпал? Я работаю в Jams и у нас в этом году начало развиваться мобильное направление. Мы собрали отдельную команду ребят, которые создают мобильные приложения. И прикол в том, что понимание того, что нам нужно мобильное приложение, то, что это сейчас модно, у некоторых заказчиков есть запросы на то, чтобы вот давайте вот все. Вот у нас основная аудитория такие ребята, как чиновники. И они говорят, вот ребята, будущее у нас за мобильными телефонами, у нас все в кармане. Запрос был. Понимание, как это делать, не совсем. И еще был такой момент интересный. Мобильная разработка велась за деньги компании. У нас не было реального какого-то заказа. У нас была гипотеза, которую мы проверяли. Проверяли мы ее как раз таки созданием. У нас немножко так сложно устроены процессы, но компания может себе позволить начать разрабатывать продукт, а потом попытаться его продать без пресейла. И сложность заключалась все-таки в том, что геомета, это, ну, я люблю вот так вот немножко пугать людей, да, это геоинформационная система электронного документа оборота. Чаще всего переспрашивают, а что это такое? Если простыми словами сказать, это такой вот большой веб-монстр, который позволяет создавать умные города. Он используется там более чем на 50 регионах, им тысячи людей пользуются, и в основном это люди, у которых много бюрократии в процессах, все серьезные, это сложные процессы, это серьезные согласования, крутые шишки в этом крутятся. Но как вот это вот запихать в мобильный телефон? И вот если на картинку, да, посмотреть, вот если сравниться с статистическим мобильным приложением, с веб-приложением, тут геомет – это какая-то огромная экосистема продуктов, которые, ну, очень тяжело представить в компактном формате. Но был у нас запрос. Запрос от представителей комитета внешнего благоустройства. Если вот совсем простыми словами сказать, то это люди, которые принимают работы после проведения какого-то там ремонта. Условно сломалась труба, приехали подрядчики, выкопали яму, починили трубу, и приезжает вот представитель комитета внешнего благоустройства и следит за тем, чтобы вот асфальт, как он здесь был ровный, он был на месте. Вот здесь стояла кумба с тремя цветочками, она на месте. Там бордюры все тоже стоят на месте, и все прекрасно. Он принимает как бы эту работу. И вот от таких ребят у нас поступила заявка, даже не заявка, это такой запрос. Ребят, мы как бы понимаем, что у нас в мобильном приложении можно провернуть вот этот процесс выезда. Но вы сделайте, как вы это видите, да? Вот тоже раньше свечал. Сделайте, как вы это видите, а мы посмотрим, будем у вас это покупать или не будем. Это очень важный момент, потому что то, что я дальше буду говорить, он там может не укладываться в головы традиционных дизайнеров, которые там привыкли там по Джорсту Бедану работать, и КАЗ-9, и мы взялись за процессы как раз представителей комитета внешнего благоустройства, я буду дальше говорить, КВБ. И посмотрели примерно, как их выглядит процесс. Ну вот схема бизнес, схема процессов КВБшника типичного. Вот геомета, вот это такой вот большой монстр, который позволяет это сделать. С виду может показаться, что не сильно большая, но это вот максимально упрощенная схема этого процесса. И нам надо было как-то понять, как угодить вот этим ребятам нашим мобильным приложением. И тут я небольшое такое отступление сделаю. Дело в том, что мы все в какой-то степени UX, мы работаем с ее дизайнеры, и мы чаще всего работаем вот как вот универсальные мастера в компаниях. Очень редко бывает, что где-то есть конкретно человек, отвечающий за UI, где-то человек, отвечающий за UX. Обычно это такой мастер-универсал, который еще исследования проведет, еще макеты подготовит, и все это соберет и передаст в разработку. Но есть у нас свой такой уклон. Я называю это то, к чему лежит душа. И на примере своей работы, за все время работы в дизайне, я выстроил такую небольшую эволюцию. Все это дизайнеры интерфейсов. Неважно, что там написано графически, это всего лишь уклон. Первая стадия, да, это графический дизайнер. Он больше графический. Это дизайнеры интерфейсов, которые обращают больше внимания на визуал, у которого все красиво по сеточке нарисовано, у кого-то там силовая какая-то линия, есть все прям супер вылизано красиво. Но это все-таки больше визуал, чем что-то работающее. Следующая стадия эволюции – это дизайнер графический. Это тот, кто, наверное, уже прочитал вот эту книгу «Дизайн привычных вещей», да, Нормана, и он уже понимает, что дизайн, он выполняет какую-то функцию конкретную, и если ты эту функцию даешь пользователю, тогда он остается довольным. Дальше у нас есть дизайнер продуктовый. Он тоже больше дизайнер. Он уже знает все вот эти современные подходы, он понимает ценность продуктовой разработки, продуктового подхода, и он применяет это в работе. Он работает с пользователями, все вроде классно, вот здесь можно остановиться было. Но можно немножко пойти дальше, да, это, наверное, вот такая больше моя стадия, которая меня в последнюю очередь, ну, в последнее время интересует. Это продуктовый дизайнер. Это тот человек, который больше интересуется бизнес-процессами и позиционированием продукта на рынке, его развитием. И мне вот эта тема прям была сильно интересна, и мы с аналитиками, естественно, я еще не один делал, начали думать, а как бы нам и КВБ угодить, и еще сделать так, чтобы наш продукт какое-то логическое развитие имел. Мы провели импакт-мэппинг. То есть, знаешь, что такое импакт-мэппинг? Вау, как вам всем повезло, ребята. Смотрите, это способ формулировки гипотез. Он позволяет не только сформулировать конечную гипотезу, но еще и понять вообще, зачем вы что-то делаете. У вас изначально есть цель, да, зачем она называется. Допустим, мы хотим создать новый продукт, отвечающий запросам пользователей, да, потому что они хотят в мобиоке работать. Есть люди, на которых мы влияем, да, чью жизнь мы изменяем. Вот как раз-таки, может, это какие-то представители комитета внешнего благоустройства. Потом есть само влияние, вот этот импакт, который называется в этой схеме. Это то, как они работают в нашем приложении, и уже конкретные фичи, которые мы им предоставляем. И прикол этой схемы, что она работает в обе стороны. Составляя вот эту схему, мы пришли к тому, что определили одну из целей – это способствовать продажам геометра и ее модулей путем внедрения мобильных приложений. Мы уже не переносим, а частично ее как-то развиваем и продаем с помощью маленьких помощников. И пришли мы к такой гипотезе, что все-таки не надо нам делать одного большого монстра в телефоне, который включит в себе вот эти вот все процессы, покроет, а создать много небольших приложений, которые будут между собой взаимодействовать и складываться в общую картину. И если мы раньше представляли геомету как огромное приложение, то сейчас это папка с разными приложениями, которые могут в перспективе в суперприложения объединиться, но пока что выглядит так. И начали работать над схемой процессов того же представителя комитета внешнего благоустройства. Мы выделили, что у нас есть похожие блоки, которые чем-то объединены по смыслу, по основным действиям, по функционалу, и начали их объединять. Вот первые два крупные у меня похожие, потом снизу два, и еще вот эти три, еще оставшиеся два тоже довеском. И более того, мы начали замечать, что есть подобные процессы у других юзеров, которые тоже проходят вот как раз по таким блокам. И начали делать то, что дальше я сейчас буду рассказывать. Мы решили сделать универсальные приложения, которые можно в перспективе потом еще переиспользовать или перепродавать. Напомню еще раз то, что разработка велась у нас за счет компании. И вот все, что я буду дальше рассказывать, оно все-таки работает в том случае, когда вы работаете для своего продукта, ну, как бы сами им рискуете, не за деньги заказчика. Потому что у нас были созвоны с теми же представителями КВБ, на которых мы нарушали. Знаете, вот у меня такая идея есть, я, наверное, попаду в ад для дизайнеров, потому что на обычном таком созвоне дизайнер, он пытается по Joe's To Be Down там разложить, сразу понять, так, вот пользователю это нужно, ему нужно это предоставить, и тогда он будет доволен. В моем случае это проходило через призму универсальности приложений и возвращалось в каком-то сжатом варианте. Я думал не вот это тебе дам, а дам я тебе вот это, вот кусочек я тебе дам, но вот остальное я пока приберу, пока не буду делать. И особенно было сложно на вторых созвонах, как ты это не объясняй пользователю, все равно он видит свой процесс, он гнет тебя под этот свой процесс, а ты понимаешь, что у тебя более такие грандиозные планы, более стратегические. Поэтому прям было сложновато, но в итоге, в итоге я такой спойлер дам, да, мы дали им то, что они хотят, но получили при этом два отдельных приложения. В детстве я очень любил играть в Lego, но, к сожалению, сам себе его купить не мог и ждал, пока наступит Новый год или там День рождения, чтобы мне родители подарили. Сейчас я как бы вырос, мне уже не дарят Lego на Новый год и на День рождения. Ну и вот, допустим, вот такой набор, мне как-то вот рука не поворачивается купить. Поэтому я играю с конструктором на немножко другом уровне. Ранее звучал такой термин, как атомарный дизайн, и его классно применяют в создании дизайн-систем. Но почему бы его не вынести на продуктовый уровень? И вот это именно то, что мы сделали. Потому что процессы, которые мы выявили в работе Комитета внешнего благоустройства, они на самом деле сильно пересекаются. Пересекаются в работе других специалистов. Чаще всего это вот работа с документами, выезд на место, потом согласование. Естественно, тебе пришла заявка, ты ее посмотрел, потом выехал на место, сделал фотографию, какой-то комментарий прикрепил. И потом подписал этот документ, который с конечным решением уходит к заявителю. И по этому процессу проходит очень много разных специалистов. Кто-то не использует выезд на место, но он также работает с документами. И почему бы не создавать вот такие приложения, которые универсальные, они могут жить как вместе, так и отдельно. И у нас получается такой конструктор в виде базовых приложений, вот как они выглядят. Есть у нас универсальный вариант приложения и есть адаптированный вариант приложения. Сейчас я. Ладно, не судьба. Прикол-то этих приложений в том, что они вот универсальны. Одно из них называется Садолит. Это то, что левее всего. Это инструмент просмотра объекта на карте и информация о нем с возможностью небольшого изменения этой информации в виде прикрепления фото, комментариев. И второй Ангелит называется. Дело в том, что у нас в GEMS есть такая история, что мы называем модули, которые разрабатываем по камешкам. GEMS, это же драгоценные камни. И у нас есть там недавно, я закончил работу над проектом, который назывался Измрут. Вот эти камешки называются Ангелит и Садолит. И позиционируем мы их больше как такое нечто легкое. Они заканчиваются на Light. На английском звучит Ангелит. И вот Light это все-таки что-то такое мобильное, что-то такое простенькое. Дизайн все-таки на таком уровне тоже живет у нас. И второе приложение, Ангелит, на русском Ангелит называется. Камень. Он представляет себе что-то наподобие почты, но с возможностью согласовать документы, подписать вот электронной подписью то, что тебе приходит. И эти приложения, они универсальны. Это вот как компоненты фигме, но вот мы вот как раз делаем их кастомными. Мы их детачим и делаем кастомными. И вот на примере адаптации под процессы комитета внешнего благоустройства, у нас они выглядят немножко по-иному. Завтра к нам приходят, неважно кто, люди, которые занимаются рекламой. У них там появится какая-то задача создания объектов. Мы также их добавим в наш садолит, и он будет уже соответствовать их требованиям. Показать другие какие-то вещи на карте, другие слои, тоже есть такая возможность. И вот как раз с этим конструктором нам предстоит играться. Есть еще, конечно, процессы, которые эти приложения не перекрывают, но перспектива у нас идет, есть план на создание других приложений. И в чем смысл моего доклада, мне кажется, я его очень быстро рассказал, в том, что вот этот подход, он работает не только с переносом мобильных, ну, каких-то крупных приложений в мобильные интерфейсы. Не важно, что вам нужно сделать, на самом деле, да, будь то, опять же, тот же редизайн главной страницы интернет-магазина, который я делал, он бы примерно делался так же. Мы бы сначала взяли какие-то маленькие кусочки, переделали их, дали бы им свою жизнь и потом бы их объединили обратно. И вот, в принципе, если у вас возникает вопрос, как съесть слона, то, вероятнее всего, его надо есть по кусочкам. И интересное такое замечание, которое я, ну, замечание, да, интересный момент, который я заметил в работе, это то, то, что мы могли, понимая вот эту вот, весь, всю схему работы процессов в геометии КВБшников, уйти в какой-то бесконечный водопад на полтора года, а может на два, может больше, и в итоге принести им по их запросу то, что нужно. Вот конкретное приложение, вот одно, вот он у нас в телефоне будет установлено. Но, играя с ними, вот этот отбор конфеты, я это называю отбор конфеты, мы держали их руку на пульсе разработки этого приложения. И мы сегодня пришли, дали им кусочек посмотреть, пощупать, который им вроде как нужен, но он не полный. Хорошо, ушли. Потом еще дали, еще немножко функции довесили. И все это в итоге суммировалось, суммировалось в одну большую конфету, которую мы им вернули в начале отобрав. И из-за этого у них было больше погружения в процесс и понимания того, что они тоже причастны к созданию этих приложений. Из веб-мобайл. Да, у нас есть такое мнение, вот сегодня, по-моему, позавчера, или вчера прочитал в одном известном блоге, на который, вероятно, кто-то еще подписан из вас, что конференция это то место, когда люди приходят за деньги послушать на чужие кейсы, ну, посмотреть и послушать про чужие кейсы. и есть все-таки часть людей, которые не согласны с этим мнением, это вот эти вот ребята, которые требуют мяса, и это называем мясо, каких-то жестких хардов, которые вот, вот ты мне скажи, я завтра приду на работе и буду использовать. Ну, мне не так интересно твои кейсы. Ну, опять же, вопрос, что ты делаешь на конференции, конференция, в принципе, так устроена. Но для тех, кто хочет, я вот дам небольшие такие советы, которые, ну, с которыми столкнулся в моменте, когда из веба переходил в мобильный дизайн. Потому что я вот где-то, не знаю, с февраля месяца вот конкретно занимаюсь только мобильным дизайном. Меня время от времени отвлекает на веб, но я вот немножко свое сознание переформатировал. И у меня есть такие свои инсайды, на которые я напоролся, потому что ранее не сталкивался в таком виде с мобильным дизайном. И хотел бы с ними поделиться и вот опять же рассказать тем, кто только хочет вот как-то пощупать мобилку. Вот. Некоторые моменты рассказать. Первый — это гайдлайны. Когда мы из веба переходим в мобилку, мы как бы понимаем, что вот есть гайдлайны. И нам надо вот их проштудировать и понять, выучить и использовать. Но когда многие люди открывают гайды, они, наверное, смотрят и, видят этот объем страшный, да, еще есть у Apple, а есть еще у Google. И как с ними работать? Ну, либо просто забивают, закрывают, либо штодируют. Вот я был из вторых, кто их выучил наизусть, у меня даже был такой инструмент, я взял, ну, такой опыт, я взял и собрал сначала приложение на гайдах Google, прям на чистых элементах гугловских, и потом взял на Apple-овских элементах, собрал, сравнил, понял, чем они отличаются, потому что мы делали кроссплатформенное приложение как для Apple, так и для Apple, iOS и Android, и мне надо было прощупать, вот чем вот эта нативность отличается, чтобы вот в нужных местах свое кроссплатформенное приложение сделать немножко нативным, и я как раз собрал это на разных элементах, и постепенно сильно к ним привязался, и я рекомендую всем тем, кто как-то вот так вот влетает вот в это с ноги, так сказать, заходит в мобильный дизайн, будьте осторожны с гайдвайнами, потому что они могут стать рамками, как только вы прочувствуете, вот когда вы поймете вот эту базу про доступность, базу про размеры там условно компоновку и функции элементов, выкидывать их, вообще убегите от них подальше и уже начинайте заниматься дизайном, а не перекраской компонентов гугла. Второй момент, который меня очень удивил в дизайне мобильных приложений, как человек, который долгое время работал с веб, это адаптация. Мы делали приложения для планшетов, которые в том числе работают и на планшеты и на телефонах, и я так вот провел параллель с адаптивами в веб-дизайне и немножко удивился, потому что делая веб-версию на большом экране супер максимально красивое веб-приложение, особенно если кто-то работал с веб-приложениями, то чаще всего это, в отличие от Windows, это какие-то суперсложные дашборды, какие-то там панели, таблицы, и делая адаптацию для таких сложных вещей, ты постепенно просто как-то экономишь, как-то урезаешь, урезаешь, все делаешь меньше и меньше, пока это не запихнется у тебя в маленький телефончик. У меня было очень много кейсов, когда просто веб-приложения, им не нужна была мобильная версия, потому что они какие-то были сложные, и ты как бы срезал, срезал нужный функционал, как ты его перекомпоновывал и уменьшал. Я рекомендую, если вы делаете приложение для планшетов и мобилов в том числе, начинать наоборот от меньшего к большему, потому что когда вы работаете с мобильными устройствами, у вас опять же есть эти гайдлайны, в которых очень классно прописаны правила работы на одного и того же интерфейса на планшетах и адаптируя как бы от меньшего к большему, вы открываете для себя новые фичи и прям конкретно меняете дизайн, вот этот первоначальный наш дизайн, который у нас был в телефоне, вот в мобильном, поэтому я рекомендую прям идти от большего к меньшему, ой, от меньшего к большему, извиняюсь. В третьей, наверное, это скорее не инсайд, это база, да, если все-таки среди нас есть люди, которые вот еще вот вообще никак дизайны не начинали, но планируют, то не лезьте в мобилку, вот это вот прям, вот это вообще не ваше, реализуйтесь как веб-дизайнер, научитесь вот именно идти вот от этого вот дизайна, вот почувствуйте вот эту красоту дизайна, вот эту творческую часть, потом уже занимайтесь мобильным приложением, потому что мобильные приложения, они все-таки подразумевают больше аналитики, больше UX-а под собой, и на самом деле там уже очень много всего придумано, и очень легко попасть вот эти вот рамки в капкан, так сказать, капкан гайдлайнов, и сделать что-то не то. И, наверное, последнее, что я хотел сказать, дизайните мобильные приложения, потому что это очень меняет мировоззрение дизайнера, потому что занимаясь долгое время вебом, опять же, создавая сложные дашборды, какие-то огромные таблицы, и переходя в мобилку, у тебя просто меняется задача, тебе надо запихнуть вот это невпихуемое в маленький экранчик, и когда это у тебя получается делать, ты меняешь свое мировоззрение как дизайнера, ты приходишь к вот этому упрощению, о котором все говорят, но как-то осознанно, и поэтому я всем рекомендую хотя бы вот раз отключиться и немножко заниматься мобильными интерфейсами. В целом, а, ну не в целом, тут еще такая маленькая пасхалка, вот эти ребята, которые нас сопровождали всю мою презентацию, они живут в моем блоге, такой москот моего блога, буду очень рад, если вы зайдете и посмотрите, возможно, вы там что-то для себя интересно почерпнете, потому что я рассказываю в целом о дизайне, там не обязательно должен быть продуктовый дизайн, UX, UI дизайн, там просто много таких инсайдов, очень много там отсылок к Комску, очень много такого мнения, которое вот оно не репостом дается, оно вот как-то изнутри идет, и я им делюсь. На этом мой доклад, наверное, закончил. Выслушаю вопросы. Всем большое спасибо. Спасибо. Мы разрабатываем предложения на IOS и на Avro. Есть такая история, что мы работаем с гос-кульшими и с ней изофрег на IOS, но при этом сейчас как-то продвигается Аврора. Почему у нас в ней не Аврора? О, боже, почему вопросы про Аврору, да? Ну, для меня на самом деле Аврора должна пожить немножко, да, потому что первое впечатление она дарит не самое лучшее, ну, по крайней мере, на дизайнеров, и это еще немножко неизученная технология. Я бы, наверное, подождал, когда она станет хотя бы популярной, там, нет, ну, ладно, она не станет популярной, такой, как Android или IOS, я слабо верю в это, да, но хотя бы, как ее на законодательном уровне ведут, тогда уже, наверное, будем изучать. Привет. Привет. Спасибо за субботу. Я субботу. Я субботу. У меня есть несколько вопросов, я просто сказала, что лучше бы я сначала на губе с ним нечет совсем, но как понять эту границу, что уже готов к этому? Я думаю, ты просто время от времени заходи и пытайся сделать макетики для мобильного устройства. И если ты будешь с полным осознанием и пониманием того, что ты делаешь их изготавливать, так скажем, тогда у тебя этот вопрос просто сам улетучится. Надо изучать базу, базу UX, базу, опять же, посмотреть, там прекрасные примеры были того же андизайна, зайди, посмотри, как работают эти компоненты, можешь посмотреть, как работают они в гугле, но тебе вот эти шаблоны много не дадут, на самом деле, тебе надо уверенно делать интерфейсы. и ты можешь начать с мобильных телефонов, но с мобильных телефонов тяжело, потому что там очень много вот этих рамок. Они как бы, это знаешь, ты учишь базу, а потом на нее что-то навешиваешь, да, это как в музыке, ты там не зная нот, ты не сыграешь какое-то сложное произведение, и вот как раз таки вот эти ноты, они не учатся на мире телефонов, которые навешаны кучей гайдлайнов, ограничений, там, нативными особенностями нативных платформ. Поэтому, я думаю, ты сама прочувствуешь, когда этим попользуешься. как упрощать? Как упрощать? А, в смысле опыт, опыт, который перекладывается на веб, ну, он у тебя построен, может, я отвечаю не на этот вопрос, да, но он построен, опять же, на том, чтобы уместить, опять же, в мобилку вот какой-то максимум, но допустимый. И когда ты с этим работаешь, ты, возвращаясь в веб, не используешь на 100% этого пространства веба, которое ты там начертил в своем огромном 2К фрейме. У тебя представление о шагах пользовательского пути немножко меняется. И, возможно, это там какую-то лишнюю модальность накладывает на твои интерфейсы, но в большинстве случаев ты просто находишь такие решения, которые раньше не находил именно в упрощении интерфейсов. неудача. Я понял. Давай, наверное, тебе после. Сейчас я целый урок проводить не буду. на самом деле, когда у нас проект этот вообще начинался, когда он только зашел, у меня было там 3, по-моему, ладно, не 3, наверное, 2 точно было текущих других проекта, и он залетал с большим таким вопросом, типа, а кто его возьмет? И я человек вот на тот момент прилично загруженный, я пофигу, я взял его на себя, потому что мне изначально, если честно, было интересно мобильное направление, сейчас я, когда в нем немножко поварился, мне меня это просто драйвит в целом. У меня недавно было ретро с командой, и я там такую карточку написал, что там на горизонте какая-то задача по вебу, и я так не хочу возвращаться к этому, поэтому все-таки, да, для меня это не папа-мама, это вот очевидно, по-моему, мне нравится дизайн мобильное приложение. но добавлю мне всегда были интересны такие вещи, какие-то планшеты, вот знаете, наподобие того, что у нас есть вкусная точка, когда ты покупаешь себе меню, заказываешь или там Burger King, тоже такие штуки интерактивные, тоже всегда были интересные, но я их тоже считаю мобильными, потому что они имеют тач-интерфейс. Здравствуйте, я Анатольевна Петровская, спасибо, Женя, это очень интересно, второй раз тебя слышу, второй раз очень интересно. Вопрос, мне просто интересно, говоришь, что у меня она разбивалась на маленькие предложения, значит, QP или доступная какая-то версия, она была более цельная, и это все не меняло основное, правильно? Да, это такой универсальный инструмент, да, там меня сейчас может кто-то поправит, но если очень просто говорить, что это инструмент электронного документа оборота, по сути, это приложение из разряда тех, которые могут делать все элементарно, вот у тебя есть объекты в системе, они создаются, они там пересылаются, у них есть какие-то связи, ты по этим связям гуляешь, и это можно настроить под любые вообще абсолютно процессы, это реально универсальная штука, только в нашем случае она еще имеет геопривязку, это вот такая киллер-фича на самом деле геомета, без этого он, возможно, там был очень похож на 1С какой-нибудь, наш продукт, поэтому, да, был вот этот универсальный монстр, я это называю монстром, но в хорошем смысле, да, и как раз вот эти процессы выделялись из него, у нас уже был шаблон, почему я говорю, что мы могли уйти как бы в водопад на два с половиной года, потому что у нас уже было примерно понимание, как люди работают. Многие компании продаются с геометрией. Ой, давай, Лена, твой выход, я просто боюсь ошибиться там на две цифры, да? Давайте начнем с того, что мы работаем на рынке и как таковые компании не пользуются, у нас есть первый выход, мы сейчас выходим на металлургическую компанию, крупную, оглашать не могу эту историю, но мы преимущественно работаем с городами и регионами. В настоящий момент у нас 54 региона, и эти 54 региона покрывают 300 проектов. Если говорить веб-десктоп, начинали мы когда-то с десктопной версии, которая установлена с красивых дисков, коробочками, сейчас это веб, но это веб-десктоп, вы не можете зайти просто вбить в интернет, зайти, это всегда закрытый контур, и это усложняло работу ребят при разработке мобилки, потому что там очень жесткие требования к тем данным, которые содержатся в системе, потому что вы сами понимаете, градоуправление, это если станет всем доступным, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому ребята сделали на самом деле невероятную работу, перевели огромного монстра, многокомпонентного, закрытого контура веб, который находится конкретно на Казани, они перевели в мобильный продукт, при этом к нему не имеют доступ любой желающий, то есть его нет как такового веб-сторе, нет плей-маркете, его можно установить определенным способом с соблюдением определенных требований тех заказчиков, для которых мы работаем. Спасибо. Спасибо. Я бы лучше не сказал, честно. Вопрос про локационную. Опять? У меня на тебя только про локационную. Вчера по ману в ленте рассказывали легендарный какой-то супер-крутой и перцвет и кто, рассказывал, что монолит не так уж плохо. Он приводил пример, что сравнивало монолитное решение, энергетическое решение и сравнивало по времени обработки, по объему памяти, по каким-то параметрам. И сейчас там говоришь, для меня не может обратно. Я речь к вам, что я говоришь, маленький, а большой работ набирался по мне. И оно предъявляет какие-то решения, а здесь сейчас говоришь, что нужно большая работа на маленький. По каким метрикам, параметрам ты понял маленький и выше, чем большой? Ну, в первую очередь, это же разработка была, по оценке разработки. Это самое первое. Второе, по возможности объять это. Потому что если у тебя есть готовый инструмент, и тебе говорят, его перенеси, ты говоришь, хорошо, а моя оценка два года. А если тебе говорят, у меня есть хороший инструмент, в котором надо только часть перенести, ты говоришь, хорошо, три спринта. Как минимум, для разработки, для прототипирования такой вариант больше подходит. Спасибо. А вот есть еще опыта. А сколько дизайнеров? Дизайнеров в джемсе? Сколько нас? Пятеро. Пятеро, четыре, отвечаю за пользовательство. А мне кажется, давайте вы станете просто у нас вся команда здесь. Да, у нас партнеры. Партнеры трекер. Они работают конкретно над геометрикой. у меня вопрос, так как я тоже работаю с документом со всем вот этим государством, около государства. Вопрос пойдет, в чем и как вы хранили всю информацию, то есть касательно закону, юридических вопросов между собой в команде, как встроены системы и так далее. Как держать всю команду в курсе, а не в голове. Да, это на самом деле очень интересно. По-хорошему, по-хорошему надо, чтобы каждая, все участники команды, да, у нас есть разработчики, тестировщики, аналитики, дизайнеры, это все продуктовая большая команда, они участвовали в большинстве процессов, вплоть даже до тех же ксдевов. И они должны примерно понимать, как работает вся команда. В нашем случае все-таки не удавалось всех держать в курсе, но мы постарались исключить те вот, ну, допустим, ту вознюю документацию условно, которая на самом деле разработчику не нужна. Разработчику надо понять, откуда ему взять вот эту информацию и где ее показать. К тому же дизайнеру ему больше вообще наоборот на ощущение пользователя надо опираться, чем на какие-то там, ну, есть регламенты, да, свои. Всю эту информацию, ну, вот для меня, как для дизайнера, она вот вся не доходила. Ее обрабатывали активно аналитики, но мне все-таки вот большая часть пользовательского интерфейса была интересна, да, ну, и вот позиционируем продукты, про которые я говорил, и мне как-то не понадобилось изучать вот именно прям процессы, углубленные вплоть до там каких-то там законов, регламентов. Во мне важно было построить вот эту схему, которую я рисовал, да, это схема бизнес-процессов, и, ну, мне, в принципе, не надо бы ее хранить, а так она хранится, естественно, в каких-то там, ну, гуглдоках, насколько я понимаю, либо в каком-то другом закрытом варианте. Вот то, что для меня, до меня доходило, оно не, это не все, это только то, что нужно мне. Видимо, нужен менеджер, который просто грамотно ограничит зону ответственности. я не знаю, я ответил на твой вопрос или нет, отчасти, да, направил. Я просто люблю людей направить, знаешь, лучше удочка, чем рыба, чем рыба. Женя, я, наверное, здесь приду тебе на помощь. У нас, на самом деле, так как практически закрытый конкурент, никто не имеет полного доступа ко всей информации, которая есть в Ямете. У нас есть аналитики, которые вместе, с частью команды, выезжают на месте, включают процессы, создают описание процессов, думают, как под этот процесс построить наш продукт, и понимают, какие ключевые вещи нужно будет подключить на месте, потому что, не везде, нужно на месте. Если говорить о ключевых историях именно в законодательстве, у нас есть несколько приказов, которые регулируют какие-то, которыми мы занимаемся. Это, во-первых, государственная информационная система подключения продовольной деятельности, ну и, в целом, информационная система. И в соответствии с этими системами открывается наш продукт. И большая часть вещей, которые делаются, она делает только то, к чему им международны. И всей команды просто нет необходимости видеть, если они принимают данные тесты. Если аналитик правильно перевел с языка заказчика или язык разработчика, то ее продукт получился такой, что разработчик будет понял, заказчик, всем благодарен, и мы получим финишки, мы получим лавные конкурсы. Да, если вопрос о данных, о секретных, то нам не обязательно брать данные и смотреть все данные заказчика, нам достаточно подготовить тестовые данные и согласовать их на примере нашего приложения с конечным пользователем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова